Если уж говорить об астрологии вообще, то я приверженец всё-таки христианских взглядов на эту тему. Почему? Потому что в современной астрологии они очень сильно переоценивают свои возможности, и они также не понимают, как вообще действует судьба. Карта — это просто объём работы, понимаете? Это не то, что типа вот всё как бы, два брака и капец, понимаете? Это просто объём работы. Если у меня есть вот на карте это, значит, я потрудился, победил судьбу, и будет один брак, понимаете? Астрологи ведь двух вещей очень сильно могут не понимать. Первая вещь — карта — это не предопределённость, это просто то, что надо побеждать. И если человек считает это предопределённостью, то это неправильное межмышление и приводит к предопределённости, понимаете? Это ужасно. И астрологи часто внушают это людям. Они говорят, у вас там сгорит дом через год, или вы там бросите жену через год. Ну, понимаете, это ужасно вообще так мыслить. Это разрушает жизнь человека, такое мышление. Я когда это слышу, мне просто хочется порвать этого астролога. Потому что помогаешь человеку, помогаешь, допустим, он сходил к астрологу, пять минут поговорил, и всё на смарку, коту по хвосту. Понимаете, человек опять теряет себя, верит в свою судьбу. Поэтому, понимаете, современные астрологи, они не квалифицированы в большинстве своём, потому что в древней культуре астрологию изучали только мудрецы. Не позволялось астрологию учить всем подряд. Сейчас кто хочет, тот и учит. Понимаете? И поэтому это очень опасно. Первая опасность, я вам сказал, в чём. А вторая опасность заключается в том, что карта – это такая штука, там можно как угодно всё трактовать. Поэтому в древней культуре человек сначала начинал видеть ход времени и влияние его на судьбу. Он сначала научился, учился видеть судьбу человека своими глазами, а потом только изучал карту, чтобы по карте это подтверждение пришло. Понимаете? Сейчас люди вообще не врубают, что такое судьба. Они не видят человека, они не чувствуют его, но при этом как бы карту, по карте. Приведу пример. Длиной в пять лет. Один астролог при консультации двум молодожёнам, очень сильно любили друг друга, сказал, у вас не будет детей по карте, вы не предназначены друг другу, поэтому вам надо разойтись. Я приезжаю в этот город за ним, они приходят в слезах, мужчина плачет, женщина плачет, представляете, оба плачут, мы говорим, любим друг друга, мы не предназначены друг другу, не знаем, как разойтись, помогите. Смешно, мне вообще не было не смешно. Я говорю, откуда вы взяли этот бред вообще? Они начали мне рассказывать, откуда они это взяли. Я говорю, я не согласен с этим человеком, это полный бред. Во-первых, я говорю, у вас обязательно будут дети. Во-вторых, вам не надо расходиться и так далее. То есть целых два часа я просто их бомбил по мозгам. Понимаете, там всего 20 минут работы астролога, два часа потом надо по мозгам бомбить, чтобы они поняли, что их обманули. Потому что им же по карте всё говорили, а я говорю просто так, без карты, без всякой. Понимаете, кому верить? Я их убедил. Они поехали, по моему совету, в святое место, тут же прямо. Всё бросили, поехали в святое место, в Иерусалим. Начали молиться Богу, чтобы Он сохранил их семью и дал им детей. Они очень искренне молились. И после этого, хотя у них не было детей какое-то время, они жили вместе, не было детей. После этого, буквально через пару месяцев, она забеременела. И в ней родился, они хотели мальчика, у них родился мальчик. Вот. Ну и как бы, они очень обрадовались, были ещё и сильно счастливы. Вот, поняли, что слава Богу, что остались вместе, всё. И потом начали совершать аскезы, там работать над собой. И опять произошло зачатие. И у них родились ещё два мальчика-близнецы. Училось трое детей. И потом, через какое-то время, она пришла к гинекологу, говорит, вот так и так, у меня трое детей. Как бы мне хватит. А что дальше, если я забеременею? И гинеколог посмотрел там всё, говорит, скорее всего, пять у вас будет двойня. И теперь у них другая проблема, что как бы они боятся, что теперь будет пять детей. Ну, к астрологу ходить не надо в этот момент. Гадалки тоже самое делают, гасят народ. Ни астрологи, ни гадалки вам не помогут, только добрые люди. Если астролог добрый человек, как проверить? Вот вы гороскоп составили и ушли вдохновлённые. Он вам сказал про вашу жизнь, то, что вам помогает. Вы знаете, как бороться за свою судьбу, что делать, как побеждать. Такой астролог приемлем. А если он вас напугал, вы вышли со страхом, значит, больше к этому человеку не ходите, не верьте ему. Он вам сказал неправду. Неправду. Человеческая жизнь предназначена только для победы, только для счастья, только для преодоления. Если у вас не получается, значит, вы просто не можете. Тренируйтесь. Изучайте, как правильно. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok